15 декабря в информационном центре Европейского Союза, который действует на базе Мариупольского государственного университета, всех желающих жителей города учили экономить свет, газ и воду. Андрей Зинченко, руководитель образовательных проектов GreenCubator, рассказал, что в украинском обществе бытует ошибочное мнение относительно потребления дорогого газа. Ведь согласно социологическим опросам, большинство украинцев считают, что основную часть голубого топлива, которое наша страна добывает и покупает, потребляет промышленность. По словам Зинченко, это не так. Основные затраты газа идут на нужды населения. Он объясняет, первое и основное для жителей многоквартирных домов, которые стремятся экономить на коммунальных платежах и эффективно использовать любые ресурсы, это поговорить с соседями. Создание СББ берет на себя ответственность. Сначала устанавливаете засоби обліку. Сначала вы начинаете рассчитывать, сколько же энергии вы используете. Потому что когда вы рассчитываете, то только тогда вы можете понять, сколько вы дальше экономите. После того, как есть засоби обліку, уже можно установить погодное регулирование. То есть вы начинаете споживать тоди, когда вам нужно, а не тоди, когда вам сказала теплопостачальна компанія, не тоди, когда вам сказали монополист. И уже потім вы, власне, начинаете установить додатковые заходы, додатковые засоби с экономией, утепливать будинок и так далее. Но, конечно, перед тем, как эти додатковые заходы вводить, это, конечно, нужно проводить энергоаудит для того, чтобы понимать, какая эффективность, куда вкладывать. Ну и, конечно, нужно не бояться смыкать местные органы, чтобы они створили финансовые программы для поддержки этого. И не нужно бояться использовать государственные программы. Государственная программа на сегодня есть теплых кредитов, которая поддерживает энергоэффективность. Эксперт подчеркивает, лоскутное утепление одной квартиры и установка пластиковых окон не являются панацеей от всех бед. Такие меры позволяют жителям многоэтажек экономить только 3% из оплаты. В настоящее время в Мариупольский горсовет подано 340 заявок на установку счетчиков по программе 50 на 50. Представители местной власти пока установили только 113 из них. По словам Зенченко, счетчики стоят достаточно дорого, но окупаются за три месяца. Он считает, что договориться с соседями, создать ОСМД и сделать свой дом энергоэффективным процесс длительный, но необходимый и осуществимый. Знаете, спочатку появятся один-два будинки, которые это сделают, а потом в них будут люди испытывать. Завжди есть пионеры. Потом в них люди будут испытывать, дознаваться и повторять, повторять. Лекция обсуждения, которая состоялась в информцентре ЕС, только начало кампании по информированию всех желающих о способах экономии. В дальнейшем организаторы обещают проводить больше подобных встреч и проектов для мариупольцев. Юлия Диденко специально для общественного телевидения Донбасса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова